Пятая, знаете, очень вкусно, очень классно. О своем круизе расскажет женщина, которая, знаете, ей посчастливилось перед тем, как захлопнулись ворота пандемии, побывать в круизе. Она была на лайнере, который до сегодняшнего дня назывался флагманом круизной линии Коста. Человек, который побывал, приехал сюда и за ним опустился железный занавес. Нас закрыли те, кто находится не в еврозоне. И сейчас своими эмоциями с нами поделится о путешествии Ольга Прудникова. Оля, будь добра, бери микрофон, ты в эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Микрофон у меня включен. Да, все работает. Тебя слышно меня хорошо. Спасибо, Ирочка, ты прекрасно меня представила. Я в восторге. Ну что, начинаем? Ты мне демонстрацию экрана дашь? Да, пожалуйста. Давай. Подключила, да? Да. Так, ребята, поехали. Оля у нас ярый фанат нашего клуба. У нее вся задняя стена показывает, где она работает. Да, 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 да. Да, да, да. Так, ну что, ребята. Начну я, поскольку у нас есть новички, с квитанции бронирования. Вот она, квитанция бронирования того самого круиза, о котором сейчас я буду вам рассказывать. Ну, прежде всего, смотрите, здесь порт Барселона отправления и порт возвращения Барселона. Этот круиз у нас называется round trip. Round trip – это когда один порт отхода и прихода, будем так выражаться, да? Есть еще круизы one way. One way – это один порт, с одного выходим, с другой возвращаемся. Значит, обратите внимание, круиз как бы не такой коротенький, на 8 ночей. Ой, все, голос начинает меня подводить. Я такой волнуюсь. Да, я волнуюсь. Я впервые, кстати, чтобы, ну, объявлю, скажу о том, что я вот впервые принимаю участие как спикер в таком мероприятии. Поэтому, если где-то что-то, какой-то косячок, прошу меня простить, потому что это первый раз. Главное, эмоции. Да, да, да. Так, значит, я говорила о маршруте. Почему я выбрала этот маршрут? Даже не скорее маршрут, а лайнер. Вот квитанция начала бронирования, значит, лайнер Коста Смиральда. Коста Смиральда, ее уже сегодня Ирочка представила, но на тот момент Смиральда, она была в море, в путешествиях. Только если мне память не изменяют декабрьские круизы, вот отменялись или нет на нее, она вообще по плану должна была быть спущена в ноябре. Я водички глотну, все-таки, простите. Я, знаете, хочу сказать, что судьба так распорядилась, что во время круиза, когда была Олина Смиральда, в тот же период, в один период, с ними на борту лайнера находился мой отец и мой родной брат. Для моего отца и брата это был первый опыт круизного отдыха, и эмоции, конечно, зашкаливают. И буду секретом советской армии, человек, который посмотрел мир, много где ездил, он говорит, да, что бы для нас страна ни делала, но такого отдыха я не видел. Оля. Да, 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 я подтверждаю, и более того, мы все время, ну, поскольку опытные круизеры знают о том, что мы выбираем время посадки в ресторане на завтрак, обед, ужин, да, помимо шведского стола, я сейчас об этом буду говорить, то мы оказались даже за одним столом вот с серийными мальчиками, я так скажу. В общем, продолжаю про Смеральду. Смеральду я выбрала на февраль, почему? Время вроде как бы неудобное, да, но у меня в тот месяц, в 20-м году был юбилей, и я себе просто сделала подарок. И уже несмотря на то, что маршрут был, я сейчас вернусь, вот этот маршрут, то есть я половину городов уже видела, но я именно, что мне захотелось на Смеральду. Теперь немножко про Смеральду я вам расскажу, про саму, чтобы вы понимали. Ну, это наша клубная карта для новичков, чтобы вы понимали, да, она служит нам пропуском, она служит нам ключом, она служит нам кредитной картой на лайнере. Это моя собственная карта. Я уже тут не буду показывать. Так, поехали. Немножко фото. Ну, как видите, это я запечатлена на фоне нашего замечательного лайнера. Кто лайнер вообще никогда не видел, вот теперь можете представить, как они вообще выглядят. Эти отели на воде, да, пятизвездочные, десятизвездочные, как угодно, они вызывают, ну, огромный восторг, когда находишься рядом с этим лайнером. Вот она, Коста Смеральда. Данное фото сделано в порту Савоны. В Савоне построен, я точно знаю, что в Савоне построен специальный даже терминал под этот лайнер. И забегая наперед, скажу, мне, Ира, не только повезло с тем, что я была в круизе вместе с твоими мужчинами, но и в Савоне именно, когда мы запарковались, потом проходило празднество крещения этого лайнера. Круть, круть. Да, и у меня там будет еще пару фотографий, но, как известно, что у каждого круизного лайнера всегда есть крестная мама. Даже не у лайнера, у круизной линии. У круизной линии, да. У круизной линии, да. У круизной линии, что? У круизной линии МСЧ крестная мать Софи Лорен, по-моему, да? Да, Фи Лорен, да, только что хотела сказать. А у Коста Пенелопа Круз. Вау, красотка. Да, если кто-то видел рекламные ролики с Пенелопой, где она там в море плывет русалкой, а потом вдруг оказывается на лайнере, да, это вот как раз тематический рекламный ролик круизной линии Коста. Шикарно. Вот нам повезло, и я Пенелопу увидела своими глазами. Вау, вау, вау. Да, 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 да. Пока смотрите на лайнер, а я вам зачитаю, потому что пользуюсь планшетом здесь. Немножко о самом лайнере скажу, да. Коста Смираль, да, это настоящая долгоценность Коста Круиза, с круизной линией. Спущим на воду зимой, как я сказала, 19-го года. Он стал на тот момент самым большим лайнером флота. И вот эта зеленая линия, о которой упомянула, Ирочка, твоя сестра, вот он первый лайнер, а Тоскана, по-моему, да? Тоскана – это уже второй лайнер этой линии. Чем они характерны? Они характерны тем, что они плавают на сжиженном газу. То есть они не загрязняют нефтепродуктами, отходами, вот этими солярками или там чем-то обычные лагерки. Экологизняются, они не загрязняют атмосферу, море и так далее, да? То есть в этом плане они очень экологичны. Так, и что, сейчас сразу же бегу, что этот лайнер, именно Коста Смеральда, он создан как дань Италии. Все внутри, все палубы, все интерьеры, все программы, все связаны с Италией. Даже персонал, персонал, обслуживающий персонал, я не знаю, на лицепшене, они все говорят на итальянском языке. Вот английского там очень мало. Кто путешествовал на круизных лайнерах, тем поймут меня. Они обычно на лайнерах принят общий язык, английский, в общении, да? Здесь все говорили на итальянском. Ну, конечно, этот лайнер, он стал, сейчас я быстренько найду, в нем очень, да, вот, он принадлежит золотой серии лайнеров. Что это значит? Это лайнер с расширенным русским сервисом. Понимаете, да? Там очень много для наших русскоязычных людей, есть персонала, который говорит на русском языке, и много помощи. Издаются, естественно, внутренние газетки, буклетки, которые приносят каждый день в каюту с программой, ну и так далее, и так далее. Русскоязычный ассистент на борту, скрессионные программы с русскоязычным гидом и так далее. Теперь возвращаюсь к самому лайнеру. Так, 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 так. Ну, понятно, что все палубы на этом лайнере имеют итальянские названия, то есть названия итальянских регионов. Так, ребята. Ладно, не буду сейчас я уже больше про лайнер, вы про него пощадите в интернете, а теперь пошли по моим фотографиям. Вот так вот лайнер выглядит, ну, припаркованный на стояночку, да? Вот он такой большой, красивый, шикарный лайнер. А вот это мне понравилось. В круизном терминале, когда пассажиры заходят, возвращаются на лайнер, то вот такие вот большие наклейки на полу, которые прямо указывают, куда надо двигаться. Вместо стрелочек вот такой вот наклейка большая, огромная. Красиво. Да, да, что это Коста Смиральда. Так, все, с этим разделом все. Теперь пошли дальше. Я хочу вам рассказать о каютах, какие есть на этом лайнере, как они выглядят. Ну, понятно, что поскольку в создании и в его оформлении принимали участие итальянские компании, да, и здесь вот такой вот строгий, сдержанный итальянский шик. Ну, понимаете, когда я была внутри на лайнере, после предыдущих таких помпезных, ну, например, МСС Прециоза, сейчас быстренько про ее быстро скажу, да, она задумывалась и строилась для арабских шейхов. Внутри лайнера очень много восточных мотивов, то есть такой восточной роскоши. И когда мы попали на Косту, на Косту, я как бы даже, ну, можно сказать, вообще как-то не реагировала на его интерьер. Ну, во-первых, это был не первый круиз, а во-вторых, ну, вот именно вот этот итальянский цимус, вот я так это скажу, да, он вот мною не сразу ощутился. Потом, когда Ира мне попросила вам рассказать о своем круизе, я погрузилась, я вернулась в свои фотографии, вот тут я оценила вот на все 200, да, какой шикарный внутри лайнер. Вот так выглядит внутренняя каюта, как вы видите, да, это каюта, у которой нет окна, нет бомбов. Вот бомбов. Обычный лайнер. Ребят, посмотрите, насколько шикарно, какая кровать, какая постель. И я знаю, что первый раз, попадая на борт лайнера, вы не будете сидеть в своей каюте. Вот, что ты хотела сказать. Лайнеры обычно, ребята, строятся каким образом? Посередине, ну, в зависимости от уровня, да, от палубы, посередине могут находиться либо какие-то там административные, развлекательные вещи, а по, ну, представьте себе лодочку, да, ее борта, и вот каюты, они по, это нельзя назвать периметром, но по округу, по краю этой схемы, будем так говорить. И они тоже разделены на две части. Часть кают выходит на океан наружу, а часть кают выходит вовнутрь. И вот те, которые вот вовнутрь уходят, они не имеют окна, почему они называются внутренние. Как правило, это самые бюджетные каюты. Ну, они шикарные, посмотрите, да. Пошли дальше. Ну, это мои, наши чемоданы. Это мы зашли в свою каюту. Здесь уже где-то кроссовочки можете увидеть. А вот это черное пятно, это телевизор, это панель с телевизором, которая такая мобильная, ее можно выдвинуть, развернуть в сторону кровати. Ну, и, в общем, вот это непосредственно наша каюта. Вот она, эта панель, про которую я вам говорила, да. Ну, каюты оборудованы абсолютно всем необходимым, там есть абсолютно все. Следующая категория кают, это каюта с окном. Вот так вот выглядят каюты с окном, как вы видите. То есть все то же самое, но только уже есть куда посмотреть. Вот еще изображение каюты с окном. Есть кают, они просто немножко отличаются площадью, чуть-чуть. Да-да-да. Есть маленькое окно, есть большое окно. Да-да-да, да-да. Все абсолютно верно. Еще разница стоимости вот таких кают, не обязательно именно этих с окном, в том, на какой палубе они, например, расположены. В какой части корабля они расположены. То есть тут подходить можно очень скрупулезно к выбору каюты. Вот эта каюта, третья категория уже я вам показываю, это каюта с балконом. Здесь уже можно выйти наружу, посмотреть, что делается на улице. Ну, не на улице, а как бы за пределами вашей каюты. Или спать 24 часа в сутки с открытым балконом и вдыхать, вдыхать коктейль морского воздуха. Совершенно верно. С полным набором микроэлементов, которые нужны нашему организму. Вот на Косте, что мне понравилось, вот еще одна каюта с балконом, сейчас мы дойдем до этой фотографии. Вот, смотрите, есть вот это вот не каюта, это терраса. Можете представить, да, вот еще есть такой вариант. Вот смотрите, вот сама каюта, спальные места, что называется там, туалетный столик, а вот дальше за балконом находится вот такая вот терраса. То есть я вот даже не понимаю функционал этой террасы. А это, знаешь, Оленька, вдруг дождь, а есть желание посидеть, подышать, понимаешь? Может быть, да. И при этом, после вот такой террасы еще есть отдельный балкон. Видите, да? Вот туда выход, и видно, что есть балкон. Красота. Это как бы на любой каприз. Вот, они выглядят уже со стороны балкона. Вот такие вот каюты. Но я это видела только на Смеральде. Возможно, это где-то есть в других местах. Боже, голос мой совсем не хочет меня слушать. Вот это уже каюта сьют. Обратите внимание, да? То есть у нее вот такое вот панорамное окно, терраса более большая такая, ее уже балконом не назовешь. Здесь не спальня. Здесь зона отдыха, библиотека, кабинет. В общем, пользуйтесь. Вот такая же каюта сьют, но она уже с террасой. Ну, в принципе, это одно и то же. То есть как бы одна и та же каюта. Вот здесь вот спальное место. Вот туда дальше пройти будет то, что я раньше показывала, зона отдыха. Ну, и выход, естественно, на террасу. А теперь, ребята, я вам хочу показать. Это уже снимала я с кровати своей каюты. А у нас была внутренняя каюта. Ну, чем хороша внутренняя каюта в том числе? Что вы можете при желании включить вот этот телевизор. У него масса каналов, в том числе есть русскоязычных. Три, а то и четыре канала. Можно было смотреть абсолютно все. Вот наши любимые... Ну, я про Россию сейчас говорю. Белорусских каналов там нет, конечно. Да. Но там есть еще изображение с двух камер на носу и на корме корабля. То есть вы можете их включить и посмотреть в реальном времени, что сейчас происходит. Вот я надеюсь, вы увидите съемку. В книге каюты есть возможность выбрать, да, какой вид вам более приятен. Да. Да. Вот смотрите, это я снимаю изображение с камеры на телевизоре. То есть практически виртуальное окно. Супер. Причем как бы видно, что... И программы, вечера, где что будет происходить, анонсы вечерних анимаций. Все это постоянно происходит на телевизоре, вам показывают при желании. Да, да, да. Куда пойти и чем заняться. Ну, это специальное приложение есть, которое вы подгружаете на свой телефон. Можно еще с телефона пользоваться таким приложением, где все вот как Ира сейчас сказала. И то же время, и ваш... Ну, смотрите, вот кто не знает еще, кто не был в круизе, у каждого пассажира есть свой корабельный счет, да. Если он совершает вот по той карте, которую я показывала, какие-то расходы, то они отображаются на его счету. И потом, когда вы уходите с лагеря, вы обязаны подойти на рецепшн, нужно рассчитаться за те покупки, либо там бары, если они не входят в ваше проживание. Вот. И этот же счет можно просмотреть на экране, включить специальное приложение и так далее. Вот я говорила, что каждая палуба на этом лайнере имеет свое название. Вот смотрите. Палермо, Тармино, Матера, Позитано и так далее. Все итальянские слова. Вы проживали на первой палубе. Какие названия? Музыка, это же не название, это музыка. Ген, Палермо, Милан, Вене. Да-да-да. Ну, кстати, это вот такая вот, как сказать, особенность есть на каждом лагере, не только на этом. То есть на любой лагер вы зайдете, и палубы, они будут иметь название какого-то... Определенной тематики. Географического какого-то очень памятника, ну, памятника, Господи, природы, да? Или еще, как... Все палубы на каждом лагере имеют реальное имя, настоящее. Не просто там 11-е, 12-е, 13-е. 13-е вообще нет палубы. Да, 13-е нет вообще, да, Ирочка, ты права. Так, ну теперь давайте поговорим о питании. Ну, конечно, я могу долго рассказывать про шведский стол, про рестораны, сколько их на этом лагере. На каждом лагере их много, на этом овощи особенно. И каждый бар, каждый ресторан, он имеет... Вернее, как, там вы можете попробовать блюдо какой-то определенной местности итальянской, да? Вот. Ну, это мои съемки, собственно. Я, конечно, не профессионал. Я еще только этому учусь, потому что у меня только... Ну, из меня так красивее, поэтому вот смотрите, вот такие вот из фруктов фигуры очень красивые, то есть как бы срезаны верхушки с ананаса, да, и потом из этого сделано какой-то букет фруктовый. Красиво, правда? Приятный такой презент, утром в каюту, хорошо. Да. А вот еще, смотрите, съемочка. Это выходит команда моряки, которые... Ира, помогай. По фразу затуза. Да, кто принимает... Экипаж. Вот, экипаж. Экипаж. Да. Капитан один не ходит, капитан не застал. Нереально. А это слаженная такая команда, которая, знаете, они выходят, они приветствуют туристов, они насколько... На каждом лайнере есть вечер, да, приветствие, когда представляют всю команду, и есть момент, когда вот команда полностью прощается с данным, будем говорить, как это, пассажирами, да, данного круиза, и реально такое ощущение, что как будто часть семьи покидает тебя. Да, да, но это вот именно здесь, на этой фотографии, это офицеры, которых мы практически не видим, они несут свою службу, мы общаемся в основном с обслуживающим персоналом, с администраторами там, а именно офицеры, которые управляют кораблем, они выходят, как ты рассказала, буквально один-два раза за круиз к пассажирам, это либо офицерский балл, либо вечер встречи с капитаном, но кто будет на круизе, обязательно такой вечер в программе есть каждого круиза. А фотографии какие красивые, вечерние платья девочки, и радостных мужчин в таком случае. Ну вот началась еда, это наши блюда, Ир, тут какие-то блюда заказывали твои родственники, какие-то блюда мы заказывали, просто посмотрите на них, я их не буду описывать. Ну видите, бокал вина стоит, у нас каждый вечер спиртное входило в стоимость нашего круиза, то есть мы баловались разными напитками, вот, это, дочь моя захотела съесть десерт, а мы ей сказали, убери ручки, мы сейчас сфотографируем пока, все по очереди. Ну вот, это, я не знаю, такая большая креветка, видела густа авара, как угодно, да? Когда еще знаешь размер этой тарелки, то креветка еще лучше впечатляет. Да-да-да, ну это тоже королевская креветочка, очень вкусно приготовленные были блюда, прекрасный повар, и причем он очень старался, я объясняю, потому что в нашем круизе было очень много гостей, которые были приглашены на этот лайнер, ну вот это вино, да, на нашем столе, были приглашены на праздник крещения Смеральды. Вы понимаете, что кухня, конечно, была обалденная, но тут и десерты, тут все вперемешку. Вот, смотрите, вот это любимый мой напиток, наш напиток с дочкой, я отдыхала с дочерью, который мы вообще просто по три, по четыре раза в день принимали, потому что помимо, да, ну в наш, как я уже сказала, в наш круиз входили спиртные напитки, это Аперо, это Аперо. Кто знает этот напиток, да, он меня поет. А алкогольный напиток? А? А алкогольный напиток? Да, алкогольный напиток, это, ну типа что-то, коктейль или кера, что-то вот такое, да, но мы пили его в чистом виде, туда добавлялся лед, если вы видите, вот лед, много льда, фруктинка, и очень даже... Я даже не увидела, что дальше стоит кофе, в коктейль забав. Да, в кофе, да, 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 кофе, ну вот мы очень любили попить кофейку, зайти в какой-то барчик и с Аперолом так расслабиться, очень приятно, пьяным не становишься, но такой легкий кураж, ну и вкусный напиток сам по себе. Ну на лайнере сложно напрячься, я хочу сказать. Да-да, ну это продолжение на чем-то съемок с едой. Теперь смотрите, что я вам хочу показать. Сейчас запущу видео, а вот этот аппарат, аппарат, он, вот такие аппараты вернее, они установлены перед каждым рестораном на лайнере, и это обработка рук. Теперь смотрите. Друзья мои, я хочу вам показать приспособление для мусиарок перед входом в ресторан. Смотрите. Я ручки туда опустила, у меня закончится с лейтой воды, очень мыльной, моет ее руки. Прикольно. А слышно мой голос в кадре? Очень плохо, Оленька, слышно, ты можешь продублировать голосом. Ну вот вы видели, что она опустила в такие ниши две руки, там вихрь с мыльной водой, обмыли, там определенные минута-две секунды, не знаю, вытерли салфеточкой, а потом стоит вот такой вот санитайзер. Круто, да. Классно, правда? И все, и дальше вот вход в ресторан, мы заходим, занимаем свой столик и так далее. Ну, а вот здесь вот я просто хочу вам показать, что это шведский стол. Круизеры знают, о чем я говорю, но для новичков скажу, что помимо питания в ресторане и в баре, угощаться, регулярно можно посещать шведский стол, который работает практически круглые сутки. Вот. И что такое шведский стол? Если в ресторане вас обслуживает официант, вы по меню заказываете, но надо отметить, что в меню нет цен. Вы можете заказать в ресторане, но абсолютно без перечень того, что сегодня приготовил Шевкова. Без ограничения. Без ограничения, абсолютно, да. Вот. А шведский стол, это вы заходите такой вот в зал, и там просто как бы тоже стойки с едой, с едой тоже очень качественной, очень вкусной едой. И вам вот сейчас тенденция современных лайнеров, а на Смиральде это увидела я впервые. Уже если мы раньше вот как в Турции, если сравнивать с Турцией, кто не знает, да, мы ходим сами по этим лоткам и набираем себе на тарелку сколько хотим. То же самое на других лайнерах. Но на Смиральде я впервые увидела экранированные эти стойки, то есть ты уже сам не тянешься к этим лоткам с едой или десертом, там, я не знаю, с чем угодно, а стоит специальный официант, и ты просто ему говоришь, что ты хочешь взять, он тебе накладывает и черезверх подает. Он даже не протягивает это над лотками с едой, а просто черезверх. И в связи с пандемией вот это новшество сейчас введено абсолютно на каждом лайнере. То есть уже люди не будут сами ковыряться ложками, ну и так далее, понимаете, да? Вот, и очень часто во время трапезы на шведском столе, это называется шведский стол, вот такой прием пищи, во время трапезы на шведском столе вот часто проходят аниматоры, каким-то образом нас развлекают. Каждый вечер, вернее, каждый день вот на шведском столе проходит какой-то тематический небольшой концертик, который анонсирует вечернее представление на лайнере. И вот один такой я сняла. Если получится услышать, то давайте. красавчики. Такая у нас музыка вечера. Я хочу отдать должное. Олечка, не очень хорошо слышно. Она вот, по крайней мере, то, что мне посчастливилось побывать в круизах, отдам должное обслуживающему персоналу. Практически все, все танцуют и поют. И реально это красиво звучит, очень классно. Так, ну все, по питанию я вам рассказала. И все, что вот еще в этом разделе, но посчитала необходимым, это, ну вот опять, санитарная обработка. Ну, на других лайнерах, например, стоят люди с дозаторами, с санитайзерами. То есть, я к чему говорю все это, что очень большой акцент ставится, и раньше ставился, на безопасность приема пищи, то есть грязные руки и так далее, да, чтобы не было никаких пищевых отравлений, даже через руки пассажира. Ну, а теперь давайте о развлечениях. Значит, сам лайнер, вот я сейчас вам немножко покажу свои фотографии, которые я поснимала. На лайнере передвижение пассажиров между палами происходит с помощью лифтов. Но есть и лестницы, их много на лайнере, по которым вы можете подняться, самостоятельно спуститься. Вот, в частности, на Смеральде, когда вы спускаетесь или поднимаетесь по лестнице, обязательно есть, вот они украшены вот такими картинами. Ну, я не буду каждую картину называть, потому что, просто посмотрите. И это, вы знаете, ну, конечно, это печать, возможно, печать на ткани, но она очень красиво сделана, и где-то в каких-то переходах между палубами даже вот реальное произведение искусства можно увидеть. Вот просто посмотрите. Ну, если мне память не изменяет, это Галилео, Галилео. Вот такие вот интерьеры, вот я про них говорила, внутреннее убранство, да, справа-слева это лифты, лифты, не знаю, как правильно сказать. Вот дальше, видите, дорожку, это проход уже к жилым каютам, ну и вот такой вот стенд. Да, дальше смотрим. Ну, вот просто, просто просмотрите, я не буду комментировать, вот просто посмотрите. Очень красиво. Внутри выглядит Смеральда. Ну, это Колизей, да, это все узнают, я думаю. Ну, я так предполагаю, Колизей, с вами идет по названиям итальянских городов, видимо, и иллюстрации идут в таких имени, Элочка, да, 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 да. Ну, я так глубоко не вникала вот именно в детали, это уже потом приехала, ну, там моя дочь тут изображает такую же. Да, вот смотрите, вот это площадь Испании в Риме. Я сняла это панно, потому что мне очень эта площадь нравится, я ее видела реально в Риме, в другом круизном путешествии. Но этот интерьер, вот это панно, оно в одном из баров, баров с мороженым. Если будет фотографии, если я ее не удалила, то я там тоже фотографировалась. Просто вот, а, вот, да, видите. Вот это испанская лестница, как правило, в жизни она забита людьми, на ней сфорофироваться просто невозможно, но сейчас, я думаю, во время пандемии вот эта вся площадь, ее показывали часто в телевидении, она вот, она реально вот такая пустая. Ну, понимаете, по какой перейдет время и снова по этим лестницам пойдут потоки реки туристов. Да, 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 ждем и дождемся. Ну, вот смотрите, я уже закрыла свою подсказку в интернете. Значит, на Коста-Смиральде, на первом лайнере организован, обустроен музей. Ну, музей достаточно странный, я вам скажу. Я даже не поняла, собственно, какую информацию он несет. Но интерьер этого музея, вот посмотрите, как космический корабль, да? Да, и первое впечатление сразу космической тарелки. Да, да. Там это все блестящее, зеркальное, красивое до невозможности. И какими-то, знаете, даже, ну, ощущение такое, ты просто ходишь по коридорам, как в лабиринте, и попадаешь на какие-то выставочные стенды. Вот давайте, вот смотрите. Я так понимаю, вот это выставка современной пластиковой мебели. Видите, да? Итальянской. И понятно, что это итальянская. Ну, да, наверное. Да, вот за витринами стоит. Ну, или она офисная, это мебель. Тут как бы трудно разобраться. Так вот, сходу. Здесь представлены какие-то байки, да? Как видите. Ну, это внутри лайнера, просто я сняла украшения. Освещение вот так вот выглядит. Красивое, до невозможности. Просто сфорографировала. Мне оно нравится. Это тоже из музея. Но здесь не пойму, здесь какие-то формы, какие-то. Это, ну, понимаете, да? Просто красиво. Просто очень красиво. Впечатляет. Да, вот снова этот кадр, только с другой стороны. В финале есть на чем зависнуть. Да-да-да. Вот это внутреннее убранство. Ну, поскольку, я же говорю, что лайнер, все бары, они какие-то тематические, это тоже один из баров. Мне он просто нравился своим интерьером. Он такой приглушенный свет у него. Я не скажу, какой это регион представляет. Просто, ну, не готова, да, сейчас к этому и время. Ваше отнимает. Но он очень красивый. Насколько роскошное убранство, правда? Никогда не сказать, что это лайнер, если бы не знал. Да-да-да. Так, прям простор чувствуется, много воздуха, много такой. Вот проход к этому бару, тоже коридор, тоже направо-налево какие-то очень интересные такие, знаете, есть ниши с диванами, там можно присесть, прилечь, отдохнуть. Кстати, на лайнере, ну, никто ли вообще не обращает внимания. Ты можешь развалиться посреди лаунжа, и никто тебе даже замечаний не сделает. То есть тебе так комфортно, ты так себя и, как бы, ну, и ведешь себя там. Мягкий диван, на них невозможно сидеть на краешке, на них обязательно хочется прилечь. Развалиться, я бы сказала. Да, а теперь я вам хочу показать то, что мне очень понравилось, как открываются все двери на лайнере между помещениями, не жилыми, а вот такие. Мы, например, сейчас с прогулочной палубой заходим с дочерью в тот бар, где я вам показывала вот эту картину Испанской площади. Ну, я думаю, звук будет слышно. Очень плохо слышно, Оля, практически не слышно. Ага, не слышно. Значит, смотрите, нажимается просто кнопочка легким касанием, и все, и раскрываются двери автоматически. Никаких ручек тебе, ничего, да? Очень удобно. Интересно. Так, я уберу звук. Ну, это бар мороженое. Вот там, если вы видите, мелькнуло. Ну, кстати, на лайнере вот эти же растения живые, я вам хочу сказать, которые украшают этот бар. Ну, не только этот, и многие другие. Эксклюзивная мебель. Да-да. А теперь, ребята, фишка для своих. Общественные туалеты. Я настолько была... Мне настолько понравились интерьер. Ну, помимо туалета в каюте, ну, это абсолютно насущно, да? По всему лайнеру в разных местах есть вот эти места общего пользования. То есть лайнер огромный. Любой лайнер огромный. Ты пока до своей каюты добежишь, а если она еще где-то там на какой-то высокой палубе, то ты можешь воспользоваться этим заведением в любом месте. Они чистейшие. Там ни запаха, ничего. Но я хочу вам показать интерьер именно смиральдовский, общего места. Ну, идет без звука. Просто посмотрите. Звук я убрала. Вот такие вот панели. Причем они не оранжевые все. Можно в зеленый зайти, можно в синий зайти. Ну, вы видите, что вся сантехника, понятно, просто обалденная, итальянская. И вот я уже как бы люди стали заходить, я прекратила съемку, чтобы они думали, что вот такая дикая, снимаю в туалете съемку. Ну, вот тоже интерьер лайнера одного из баров. А теперь переходим к тому самому колизею, который есть теперь уже и на втором лагере на Тоскана. Что такое колизей? Это театр, в котором проходят вечерние представления. Ну, вот, как вам сказать, на других лайнерах я, например, видела театры, ну, двухуровенные, да, просто вот ты можешь зайти в театр, это отдельно выстроенные помещения, либо с верхней палубы, либо с нижней палубы, но ты попадаешь прямо вот конкретно в определенное театральное помещение. На Смеральде и на Тоскане это сделано по-другому. То есть посреди лайнера вместо атриума выстроено, вот так вам объяснить, сейчас вы увидите, в общем, это потолок. Вот этот вот театр, вы к нему можете подойти с любого конца лайнера, причем с трех уровней. А чем известны колизеи? Колизеи известны тем, что это открытый стадион, да, с разного уровня ярусами, где сидели эти все патрицы. Точно так же сделано, ну, только уже в современном стиле. Бля, Батя, показывай, показывай, я уже рассмотрела. Хорошо, я выпадала. Вот, смотрите, вот они, эти уровни, видите? Верхняя, я сняла третью, вторую, а первая, она не упала в кадр. Вот здесь вот садятся люди, вот там, если вы видите за стеклянными перегородками кресла, а внизу идет представление. Вот, это дневная репетиция артистов. Вот, видите, да, вот это вот, вот они, здесь можно немножко увидеть первая палуба, вторая и выше. Оленька, я прошу чуть-чуть ускориться. Хорошо, хорошо, ну, это с аниматором. Вот это мужчина мне нравится рядом с тобой. Да, это аниматор. Ну, а интерьеры. Это уже верхние палубы, наружные палубы. Поскольку это был февраль, то, ну, понятно, что мы не в купальниках. Вот такие зоны отдыха, где можно покататься. А вот эта стеклянная зонка, этот самый мостик. Да, посмотрите, пожалуйста, просто посмотрите, не буду комментировать. Впечатляет. Прозрачная палуба, да. Я шла, очень боялась, а дочь моя такая смелая достаточно. Вот, смотрите, видите, да? Все, выскочила. Ну, и все. Это мы, как бы, тоже отдыхаем, как я вам говорила. Это спасательный, палуба со спасательными катерами. Если видите, вот 440, вот в одну такую шлюпку можно бы разместить 440 человек в случае какой-то экстремальной ситуации. Ну, вот, это палуба с этими. Вот я вам хочу показать. Прицепилась к военному моряку, не могла понять, что делают здесь моряки. Оказывается, это были приглашенные гости на то самое крещение. Вот она, Пенелопа. Добрались мы до нее. Видите? Красотка, красотка, да. Да, да, да. Вот она. Вот. Это как раз вот торжество. Ну, представьте, мы просто смотрели. Вот тут, видите, люди фотографируют. Мы просто смотрели на весь этот праздник. А это салют в честь этого крещения. Но я уже вам не буду включать это видео. Шикарный салют. Ну, чуть-чуть можно показать, конечно. Ну, видно, да? Вот я просто уже пробегаю. Я понимаю, что на пул планера, на верхнюю палубу выходят все туристы. Это очень красиво. Да, да, да. Салют, конечно, был на земле, а мы немножко отошли в море и наблюдали этот салют. Ну, вживую, конечно, интереснее и красивее. Намного. Здесь я уже не буду. Это танцевальный, песенный конкурс. Это выступление артистов. Это видео. Ну, как бы, Ирочка, меня уже подторапливает. Я хотела вам рассказать еще по городам, которые мы посетили. Ну, давайте оставим это. Хотя мы с Уленька сделаем отдельную встречу. Да, да, да. Хорошо. И вот там вот вернемся, чтобы каждый поделился своими эмоциями. Потому что время... Я покажу только одно, Ирочка. Я только одно покажу место, которое меня очень поразило. Это Систинская капелла в Савоне. Потрясающей красоты место. Сейчас, 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 сейчас. Вот, посмотрите. Вау, красота какая. Это не только роспись, это лепка. Это лепка, это просто потрясающей красоты. Вот кусочек вам свободный. Ну, все вроде бы. Все, Ирочка, я заканчиваю. Я понимаю, что когда погружаешься в свое отношение, хочется поделиться и говорить, говорить, говорить. Да, да, да. Можно говорить без сапога. Оленька, огромное тебе благодарность за то, что ты поделилась своими эмоциями. Прошу меня извинить, что я тебе не дала до конца пережить весь... У меня будет возможность тебя пригласить, поучаствовать еще в одном эфире, потому что твои эмоции достойны внимания.